Когда современному западному зрителю называют исторический период 17 и первой половины 18 века, что он в первую очередь вспоминает? Конечно, 30-летняя война в Европе, если это русский зритель, то это смута, это война с Польшей на Украине, это Великая Северная война со шведами. А для Азии этот период именуется специалистами эпохой малого монгольского или айратского нашествия. И на самом деле, если мы посмотрим ареал военной активности айратов 17 века, то по своему размаху он входит в тройку наиболее масштабных военных предприятий-кочевников эпохи Средневековья и раннего нового времени. На первом месте, конечно, великие монгольские завоевания, это вне конкуренции. На втором месте древние тюрки середины второй половины 6 века. А на третьем месте уже будут айраты. Чтобы было такое представление, западная точка айратских походов – это территория нынешней правобережной и левобережной Украины, это причерноморские степи, это Крым, это Северный Кавказ, западная точка. Восточная точка – это юго-восточная Монголия, это Южная Сибирь, это Тибет. Северная точка – это русские города центральной и западной Сибири, там от Тары до Красноярска. Южная точка – это Пресевдоринский район, это позднее Бадахшан, это нынешняя Туркмения и часть Узбекистана. Вот все, что внутри этого гигантского пространства, рано или поздно становилось объектом притязаний, политических, военных притязаний различных айратских военных группировок. Другое дело, что если завоевание Чингисхана и древних тюрков – это итог консолидации монгольских и тюркских племен вокруг фигуры Чингисхана и Чингизидов, либо рода Ашина, то в случае с айратами наоборот. То есть это результат дробления, расщепления знаменитого айратского союза Дурбен Айрат, четыре айрата, который в очень долгом противостоянии с государством западных монголов-хатагоитов, так называемой державой Алтынханов, с теми же казахами и другими противниками, начал постепенно крошиться, и часть айратских племен, хашауты, торгауты, двинулись на запад. Это, собственно, и положило начало айратскому нашествию 17 века, и по своему характеру оно больше напоминает переселение народов, чем классические военные завоевания древних тюрков или Чингисхана и его преемников. Другое дело, что от тем, кто принимал на себя удар айратов, от этого было не легче. То есть, собственно, айратское нашествие – это одно из самых ярких элементов военной истории намадов от позднего Средневековья и раннего Нового времени. Иногда его называют последним великим кочевьем, потому что сначала масса айратов перемещается через степи южных районов Сибири и Северного Казахстана на Волгу, а потом в 1771 году возвращается основная их масса с левобережья Волги на территорию Центральной Азии. В 17 веке мы фиксируем четыре основных вектора айратской экспансии. Западный – в сторону Большой Ногайской Орды, в сторону Волги и Северного Кавказа. Второе – это Южная Сибирь, то есть попытка подчинить себе территорию южных районов Западной Центральной Сибири. Третье – это Тибет. Четвертое – это Юго-Восточный Казахстан. И традиционная идея уже позднее джунгарских правителей будет подчинение Монголии, когда раз за разом они будут пытаться ее включить в состав айратского государства. К середине 17 века складываются четыре основных айратских группировки. Это западная Таргаутская, калмыцкая на берегах Волги. Это так называемые Чакарские калмыки, в основном хашауты, на территории южных районов Западной Сибири. Это Кукунорская, это вот те хашауты, часть дербетов, которые осели в Тибете. И там создали на берегах озера Кукунор собственное государство. И последняя, самая знаменитая, последняя кочевая империя в истории человечества – это Джунгария. Часто ее называют джунгарским ханством, хотя правители дома Чурос не являлись потомками Чингисхана по прямой линии и формально на титул хана не имели прав. И из всех джунгарских правителей единственным, кто носил титул хана, был знаменитый Галдан Бошукту хан, бывший монах, враг казахов, монголов и Цинской империи, которому этот титул даровал Далай-лама. То есть все остальные правители джунгарии носили титул хун тай-джи. Вот это с китайского переводится как наследный принц, наследник престола и так далее. Но с точки зрения русского языка более правильно было бы назвать его великим князем. Формально джунгария была великим княжеством или хун тай-джи, если угодно, что, впрочем, не мешало ей быть одним из мощнейших государственных образований в Центральной Азии в эпоху позднего Средневековья и ранее Нового времени. Айраты сыграли разную роль в жизни разных народов Евразии. Вот в случае с Ногайской ордой они просто ее уничтожили. Собственно, калмыцкое вторжение поставило точку на историю Большой Ногайской орды. Часть Ногаев, Алтыулы в частности, были вынуждены подчиниться калмыкам. Часть ушла на Северный Кавказ, часть ушла на территорию Крымского ханства и влилось в состав Крымской Атарской армии. И, собственно, в следующие полстолетия не было более злого врага у Ногаев, чем калмыки. И, собственно, вторжения калмыков на Северный Кавказ были прямым продолжением этих самых Ногайских войн. То есть попытки калмыков установить даннические отношения по отношению ко всем Ногайским племенам. То есть они пытались воспроизвести в Восточной Европе ту модель отношений, которая была характерна для Южной Сибири, где был народ сюзерен и был народ кыштым. То есть сюзерены и вассалы. С другой стороны, в истории Тибета Айраты сыграли несколько иную роль. Напомню, что в начале XVII века в Тибете шла очень ожесточенная борьба двух буддийских школ – желтых и красных шапок. Монголы поддерживали традиционно красные шапки, а Айраты, которые только что приняли в начале XVII века буддизм, поддержали желтые шапки – школу Галукпа. И, собственно, этот желтый поход – это был такой крестовый поход вторжения Айратов в Тибет. Айраты разбили и красные шапки, разбили и союзных монголов, и передали власть своему главному духовному и политическому союзнику, который носил титул Далай-ламы. Вот его политическое и духовное верховенство в Тибете изначально держалось на остриях айратских копий. И, в общем, это заслуга айратского народа перед мировым буддизмом в его ламаистской тибетской форме. В Южной Сибири и в Западной Сибири позиции Айратов существенно различались. С одной стороны, Айраты традиционно претендовали на главенство на территории Южной Сибири. Собственно, ожесточенная война с державой Алтынханов, с хатагоитами, была вызвана тем, что и айраты, и хатагоиты боролись за Южную Сибирь, где по сибирским меркам было многочисленное население, и, что самое главное, были большие запасы железной руды, то есть главного ресурса для производства вооружения, доспехов и так далее. В Западной Сибири и в Южной Сибири, кстати, интересы Джунгарии очень сильно пересекались с интересами российского государства. То есть целый ряд военных конфликтов был вызван именно тем, что и русские, и джунгария претендовали на Южную Сибирь. Закончится отчасти тем, что русские были вынуждены признать часть территории за джунгарами, например, у территории Горного Алтая, к югу от Телецкого озера, вся была частью джунгарии вплоть до ее падения. Другим случаем было признание двоеданничества, когда местные жители были вынуждены платить с одной стороны алман, то есть дань джунгарам, а с другой стороны исак русским властям. И отношения с монголами у айратов были крайне непростые. То есть с одной стороны чингизиды выдавали своих дочерей за айратских князей, за тайшей, с другой стороны они публично называли их наши конюхи. То есть с одной стороны вроде бы как бы наши, но не совсем наши. И айраты платили ответной монетой. Но если до крушения Юаньской империи баланс сил был четко разграничен, монголов много, айратов мало, то после 1368 года, когда монголов изгоняют из Пекина, устанавливается новая империя Мин. Многие монголы гибнут на территории Китая. Многие монголы переходят на сторону Минской империи, из них формируется пограничная стража. А другие монголы начнут резать друг друга, вот будучи оттеснены на север, в Бэй-Юань. Постепенно наблюдается рост влияния айратской знати. Если раньше это было одно из лесных народов, то теперь айратские тайши постепенно набирают силу, начинают играть все более и более важную роль ситуации в Центральной Азии. И вот двое условных Ланнистера Центральной Азии, папа и сын, Тайша Тагон и Тайша Эсен, собственно, ознаменуют первый этап, первый период айратского великодержавия, когда, несмотря на всю спесь чингизитов, айратские тайши сумели накинуть на этого такого чингизитского жеребца собственную айратскую узду и прибрать власть к Монголии, к своим рукам. И, собственно, большая айрата-монголо-китайская война середины 15 века, когда в ходе знаменитой Тумусской битвы были разгромлены китайские войска, а китайский минский император попал в плен, это прямое следствие обеднения Монголии под властью айратов. Другое дело, что айратское правление оказалось недолгим, и Эсен не удержал в 15 веке власть, и в конечном счете был убит, но айратская экспансия еще тогда не закончилась, а просто поменяла вектор. Если раньше это была Монголия и Китай, теперь это стали земли на западе. Восточный Даштекипчак, прекрасно известный любому казахстанскому школьнику событие, вторжение Устимура Тайши на территорию восточного Даштекипчак, знаменитый битву под Сыгнаком, которую хан Абулхайр проиграл, что, собственно, по иронии истории, дало толчок к отделению от Абулхайра двух чингизидов, Женемика и Кирея, которые, собственно, дали начало новому казахскому улусу. То есть, таким образом, будущие противники, конкуренты, враги казахского ханства сами этого не желая, так сказать, дали толчок к появлению казахского улуса, то есть, к рождению казахской государственности. Такая ирония история, такая тоже может быть. Но дальнейшая история айратов была непростой. 16 век – это время, когда монгольские правители сбрасывают узду айратскую и начинают ответ на наступление. Даян хан, знаменитый Даян хан, золотой век Монголии, когда одного окрика монгольского чиновника хватало, чтобы китайские власти уже несли дань, открывали места для торговли лошадьми, то есть, как бы Монголия была очень сильна, а айраты, напротив, ослабли. И к 17 веку, как раз, как я уже сказал, айраты пришли очень не в самой лучшей форме, но, тем не менее, вот этот толчок, не распад, а дробление союза Дурбен-Айрат положило вот этой волне завоеваний. И оказалось, что когда айраты действуют отдельными группами, они более эффективны, чем когда Дурбен-Айрат в собранном состоянии. Во всяком случае, военные успехи айратов-торгаутов на западе, чуросов-джунгар будущих, на юго-западе хашаутов в Тибете, они впечатляют даже сейчас. Одним из важнейших направлений айратской экспансии стало юго-западное направление, это вторжение джунгар-всемеречье и превращение коренных территорий казахского улуса уже в ядро новых айратских владений, когда позднее уже и урга будет перемещена на эти территории, то есть ставка джунгарского хунта Айджи и дальнейшая экспансия в сторону казахов и Средней Азии, Восточного Туркестана и так далее. В чем же была причина успехов айратов на западе, на юге, на востоке? Дело в том, что развитие военного дела в разных регионах бывшей Монгольской империи шло по разным путям. Вот татары крымские, нагаи, они подстроились под ту систему, которая сложилась в результате пороховой революции в Восточной Европе. И крымская армия была хорошо заточена на борьбу с поляками, с русскими, с народами Северного Кавказа, с нагаями и так далее. Айратская армия и айратская военная машина строилась в многих принципах. Если на западе у татар, у крымских, панцирная конница, если не исчезает, то ее роль резко сокращается, то айратов и монголов наоборот. То есть айратские монгольские правители настойчиво наращивают количество панцирников в своих войсках. Ну вот просто несколько примеров я приведу. В рамках принятия знаменитого свода законов Ихциаз в 1140 году на съезде монгольской и айратской знати принимается решение, чтобы обязать поддатное население, рядовых кочевников, чтобы каждый год из 40 кибиток две делали панцири. Что если ты не выполнил, то ты будешь оштрафован конем или верблюдом. Если население Джунгарии вот в конце дает 200 тысяч кибиток, то в год это дает 10 тысяч панцирей. Понятно, что многие не исполняли, но в целом даже частичная реализация подобной меры позволяла немалой части джунгарских, айратских войск оснастить защитным вооружением. Уже сам факт. Понятно, что это были, конечно, не железные панцири, наверное, в основном, настеганные, то, что называемый олбок, олба, но тем не менее, это тоже в общих условиях кочевого мира очень неплохо. Второй очень важный фактор, то, что к северу от айратов проживали южносибирские народы, многие из которых занимались выплавкой железа. Вот бассейн рек Мраса и Кандома местное население предки нынешних шорцев, которые, когда придут русские, назовут их вполне характерным названием кузнецкие татары, то есть народ кузнецов. И на самом деле кузнецкие татары жили тем, что добывали железо, ковали из этого железа панцири, шлемы, сабли, наконечники копий и массово давали алман, то есть дань айратам, или меняли это железо на скот, на какие-то продукты животноводства и так далее. И тем самым жили. То есть целой, по сути, целой группой племен, целой группой родов массово поставляли железные изделия в кочевые сообщества, не только кайратам, там, конечно, и Телеутам, и несейским кыргызам, но в целом это тоже немаловажный источник поступлений. Третий важный источник поступления доспехов это собственные профессиональные оружейники. По писемым источникам мы точно знаем, что и у айратов, и у монголов были собственные кузнецы, которые изготавливали из импортного железа достаточно качественные доспехи. Вот мы сейчас готовимся к моим коллеге Сергею Марленко публиковать очень интересный материал из оружейной палаты Московского Кремля. Оказывается, когда во второй половине 17 века из башкирского плена российские власти выкупили мастера куяшного дела айрата, который делал доспехи и от масти трудился в оружейной палате Московского Кремля. То есть, как бы его оценили так, что он мог работать в самой главной оружейной мастерской российского государства. То есть, производство вооружения в айрате стояло на достаточно высоком уровне. В более поздний период, когда уже оформится после 1635 года джунгария, джунгарские хунтайджи будут прилагать особые усилия для поддержания и развития доспешного производства. Например, вот в начале 18-го уже века, когда будет создано собственное производство доспехов в Урге уже непосредственно, то есть, вставки джунгарского хунтайджи, туда будут свозиться мастера с вассальных территорий, туда будут приглашаться мастера с Алтая, из восточного Туркестана, из других регионов джунгарии, которые будут ковать железные пластины, а каждый год, по каждое лето, как говорили, будут сгонять, как говорили современники, по 300 баб. То есть, 300 женщин из айратских улусов, которые 3-летних месяца будут шить платья куякам. То есть, по сути, это такое, ну, манифактурное производство, но уже такое разделение труда, когда одни делают железные пластины, шлемы, другие шьют подкладки органическую основу доспехов, третьи изготавливают какие-то дополнительные элементы, потом все это собираются, и получается, доспехи-то поступают дальше в действующую армию. То есть, это достаточно серьезный подход, который дал свои результаты. В джунгарской армии появились достаточно крупные подразделения, как называли, куяшные отряды, то есть, куяк, да, панцирь от монгольского куяк, доспехи, которые использовались как отдельными воинами, так и специальными воинами подразделений, ударными отрядами, которые проламывали боевые порядки противника в ходе полевых сражений. Но, пожалуй, самая важная такую новинку, которую внесли айраты и монголы в военное искусство кочевников, связана с длинно-древковым колющим оружием, то есть, с копьями и пиками. В раннем Средневековье, в развитом Средневековье, копья, ударные пики для ближнего боя это оружие панцирных всадников. Как правило, такое разделение было, что легковооруженный воин это конный лучник, в лучшем случае вооруженную дубинкой или ножом, а вот панцирник в доспехе, у него есть и палаш, у него есть тот же саадак, но еще есть и ударное копье. Отдельно легкие воины тоже копья использовали, но в целом это было в общем небольшого количества таких воинов было в целом в армии. Айратские полководцы, стремясь усилить атакующую мощь своих армий, сделали очень простой, как все простой, гениальный ход, да? Они начали снабжать ударными копьями и пиками, пожалуй, впервые в истории кочевников Центральной Азии легких стрелков. То есть, по сути, появляется новая разновидность конницы. Легковооруженные копейщики. То есть, такой воин может вести дистанционный бой с помощью лука и стрел, а если сближаются ряды, может атаковать с длинной пикой в руках. И как это неудивительно, но вот такое простое, казалось бы, такая новинка дала блестящий результат. Мы это видим потому, как все соседи айратов очень быстро, как вот начинается айратское нашествие с востока на запад. Так все народы начинают эту идею перенимать. Сибирские казаки, русские, потом донские казаки, уральские казаки, народы Средней Азии, кочевники, тюрские различные кочевники, татары крымские. И это очень интересный был эпизод, когда в 1661 году, в 60-м году впервые, пожалуй, начинается такой террор калмыков против, собственно, крымского ханства. Когда буквально каждые 2-3 недели на крымское ханство обрушивается очередной калмыцкий отряд, как вот молот по наковальне, захватывают скот, отбивают, значит, пленных и уходят в степь. Попытки крымских татар нагнать их на это сражение заканчиваются одинаково. Победой калмыцких войск. То есть, оказалось, что в полевом сражении татарам, крымско-татарской конницы, нечего противопоставить айратам. Из почти 50 боевых столкновений, в 44 из них победу одерживают калмыкии. Почему это происходит? Мы видим, какая была реакция у крымского хана середине 17 века. Он после этих набегов тут же делает заказ на северо-западный Кавказ к черкесам сделать 4,5 тысяч копейных наконечников по присланному образцу. То есть, Вадимир Тепкеев, мой коллега с калмыкии, предположил, и наоборот, совершенно справедливо, что это образец был видимо калмыцкой пике. И этих копий это очень много, 4,5 тысячи. Это действующая крымская армия, там 20 тысяч человек, то есть, каждый четвертый. Этих копий оказалось мало, и поэтому было дано указание делать массово копия Прикопскому Бею, который, как пишут в источнике, сделал их немало. И вот, начиная с 60-х годов 17 века, в крымских войсках в том числе появляется и легкокопейная конница. Если раньше копья были у крымцев крайне редки, то теперь с второй половины 17 века и до 18-го, это традиционное оружие крымских татар, тоже массовый вид вооружения. Более того, после столкновений с калмыками, копья перенимают и липки, легкие, легковооруженные воины липков, это поиск-литовские татары. То есть, как бы, это уже идет на территории Речи Посполитой. И что удивительно, но это вот айратское изобретение, такое ноу-хау, если угодно, оно дало интересный результат и для Западной Европы. Дело в том, что в 18 веке на базе липков в Речи Посполитой создаются первые полки улан. И вот, собственно, вот эти уланы европейские, которых очень любил Наполеон Бонапарт, которые массово начнут развиваться в европейских армиях, это такое вот опосредованное влияние централизиатского военного искусства. То есть, в общем-то, калмыцкая конница обладала двумя важными преимуществами. То есть, первое, это массовое наличие куяшников, то есть, это значит, что она устойчива в ближнем и дистанционном бою. А во-вторых, такая калмыцкая конница хороша при мощном, массированном кавалерийском ударе. Потому что копейная атака, это не только возможность достать противника на более дальней дистанции, чем удар булавы или сабли. Время Первой мировой войны сохранились описания, что время, когда сталкивались две лавы российских казаков и каких-нибудь австрийских гусар или драгун, некоторые драгуны австрийские не выдерживали психологический вид пик и еще до столкновения спрыгивали с коней. То есть, можно себе представить впечатление, какое производила копейная, массовая копейная атака, переходя вот конкретно к айратскому комплексу вооружения, что, собственно, еще принесли айраты на территорию Восточной Европы. В отличие от крымских татар и нагаев, айраты во многом сохранили садачный набор, то есть, стрелковый набор, характерный для монголов более раннего периода. Вот, европейские современники подчеркивали о том, что площадки, то есть, перо, стрел у калмыков очень большое. Это те самые огромные, асимметричные, ромбические и секторные наконечники, овально-крыват наконечники, которые у монголов предназначались для поражения лошадей противника, поражения легковооруженных воинов противника и так далее. монгольский и айратский лук, так называемый нум, он является прямым развитием лука монгольского типа, но с рядом важных нововведений. В чем была его главная особенность? В том, что, в отличие, если вот лук хуннов, например, древнейших, это лук, который очень удачно сравнивают с СВД, со снайперской винтовкой. Это очень сложная конструкция, множество костяных деталей, сложное сочетание сухожилий, деревянных элементов, крепящихся внахлёст, встык и так далее. То есть, это такая стрельба на максимальной дистанции с определенными наконечниками типа стрел с трехлопастными, устойчивыми в полете. Монгольский лук намного проще. Там главный элемент это большая костяная накладка, напоминающая байдарочное весло. То есть, узкая цена и расширяющая по краям. Она приклеивалась к луку с внутренней стороны, с обращенной к стрелку на рукоять, чтобы момент выстрела рукоять была неподвижна относительно кибите лука. При этом, монгольский лук имел, как и стандартное для луков региона, по внешней стороне оклейку из сухожилий вываренных, поверх которых наклеилась береста, которая защищала кибить лука от механических повреждений, от влаги, от солнца и так далее. И вот такой лук, он был соответственно мощный, соответственно очень надежный. Такой лук идеально подходил для стрельбы на малой дистанции, когда можно было противника расстреливать в упор с этими самыми большими наконечниками стрел. А вот для стрельбы на дальней дистанции использовался другой лук. Вот этот самый нум раннего варианта, который отличался тем, что на плечах лука с внутренней стороны приклеивались длинные вываренные предварительно специальным образом обработанные накладки из рога, не из кости, а из рога, который усиливал рефлексивные свойства лука. То есть это было мощное оружие, предназначенное для стрельбы на максимальной дистанции. Соответственно на ближней дистанции стреляют большими стрелами, идеально подходит лук монгольского типа с центральной веслообразной накладкой, а на дальней дистанции лук нум более совершенный с роговыми накладками на плечах. Вот Юрий Сергеевич Худюков, выдающийся сибирский российский советский оружиевед очень метко сравнил хунский лук с монгольским луком как СВД и автомат калашников. То есть то ли дело ты стреляешь на выбор с максимальной дистанции, то ли дело ты рвешь тетиву с ближнего расстояния, засыпая буквально противника ливнем стрел. Вот у айратов были оба типа луков. Они были по размеру более крупные, более длинные, чем луки каман, то есть западно-азиатского образца. Более длинные, значит, менее, может быть, удобные, но при этом такие же мощные. То есть в дистанционном бою айраты практически не выступали крымским татарам, потому что когда вам противостоит такая же мобильная конница, но использующая такие же схожие по функциональным своим характеристикам луки, преференции получает та сторона, которая имеет дополнительное оружие. И это дополнительное оружие айратов было. Это вот те самые пики и панцирная конница. Когда две лавы крымско-татарская, нагайская и айратская сталкивались на поле боя, айраты получили преимущество, потому что они могли стремительно атаковать противника и поражать его не только стрелами, но и копьями. Ну а в ближнем бою дополнительно использовались, если у крымско-татар были сабли, османские, черкесские и так далее, то у айратов главным оружием первоначально были палаши. То есть это оружие с достаточно коротким прямым однолезвийным клинком, как правило, дисковидной гардой. Позднее добавятся и сабли всех разновидностей восточноевропейских. Но главным, конечно, оружием все равно оставались пики дар-джа-даф и другие варианты, которые станут таким символом айратского военного искусства с XVII века и до XIX. Весь XVIII век они будут в копейные атаки ходить не без успеха и вплоть до наполеоновских войн. Субтитры создавал DimaTorzok